Диана Анкудинова. Реакция. Ребята, всем привет! С вами ваша Орлеана, и сегодня у нас с вами снова реакция. На этот раз я выбрала сейчас очень популярную певицу, очень молодую девчонку Диану Анкудинова. Диана Анкудинова. Реакшн. Смотрим выступление Дианы Анкудиновой на проекте «Ты супер!» Погнали! Прикольно. Видите, еще только начала петь девочка, только начала уже все, уже одобрение судей. Естественно, артист он с воудушевлением поет дальше, он уже не переживает, повернуться к нему или нет. Здесь, конечно, они не поворачиваются, но все равно это всегда должно вызывать такой трепет, когда ты слышишь, что тебя поддержал кто-то из судей, кто-то тебя выбрал. Кстати, на французском поет. Очень хорошее произношение у нее. Такая артистка. Молодец. Очень красивый тембр. Голос у нее очень низкий. Я слышала про Диану Анкудинову, что у нее необычный голос. И сейчас я поняла, в чем ее необычность. Это в том, что такой вот низкий красивый тембр, как я люблю, кстати, как вы знаете, да? Такой еще, знаете, интересный у нее мотив есть, немного внутренний какой-то посыл, как народный вокал. Такой, знаете, даже чуть-чуть фольклорных каких-то добавляет фишек. Да, классный тембр. Супер. Это мне чем-то, знаете, что напоминает? Немножечко оттенок Шакира есть, слегка в манере, да? А вообще по широте голоса, по широте тембра низкого очень напоминает шер. Не знаю как. Напишите в комментариях, напоминает ли вам этот звук голос шер. Ну, такая вот постановка голоса, да, она очень похожа на то, как поставлен голос именно у шер. Такие этнические штуки добавляет, йодля, да? Вот таким голосом низким, таким тембром очень бывает сложно управлять. А она управляет и очень виртуозно. Причем это не низкие ноты, не низкие. Они ощущаются как низкие, потому что она очень их расширяет, раскрывает. Можно и спеть. Я даже совсем не низа, да? Вот низа. Это же совсем другая, да? Но за счет того, что он так раскрывает его, ну, даже больше такого носового дает звука. Классно. Очень прикольно. Интересная очень у нее постановка. Вот именно и манеру она уже нашла. Видите, такая молоденькая, да, всего лишь 14 лет ей было на тот момент, когда это видео было опубликовано. И уже настолько у нее сформированная вокальная позиция. Классно. То есть, по идее, это не низкие ноты-то совершенно. Она так их раскрывает, расширяет, да? Поэтому ощущение, что они прямо низкие эти ноты. Ого! Видите, вы посмотрите только на лица. Удачный кадр сейчас поймала. Действительно, это она и мелизматику использует очень виртуозно, да? То есть, очень взрослый голос для 14 лет. Вообще, сумасшедший, виртуозный. Ну как? Видите, тут все, все просто балдеют. Все с ума сходят от того, какая она крутая вокалистка в свои 14 лет. Ооо, мой гад. Как она, как она? Вот, ну, просто сумасшедший. Ооо, я не могу. У меня нет слов. Нет слов. Ну, сделана просто от и до песни. Вот все нюансы. Вот просто, знаете, слава ее вокальному педагогу, которая отточила просто все нюансы. И настолько у нее разнообразно эта песня звучит. Песня-то сама же легкая. Она, ничего несложного в этой песне нет. Но как именно Диана сделала ее, как она по-своему ее страктовала, вот это ценно. Ой, а теперь у нас Сергей Лазарев, посмотрите. Во всей красе. А здесь, видите, она прямо рыдание добавляет. Вот это ламента, вот это плач или край, как мы называем. Это такой технический вокальный прием, который помогает голосу сохранять свою устойчивость, сохранять свою связность и такую плотность, что ли, звука. Вот, и она очень сейчас как... Она даже плачет, в виде даже у нее выражения лица, выражения всего корпуса. Это как вот плач, да, такой. Дробуш такой заслышался главный, такой... Ой, надо же нажать успеть еще. Чуть не забыл. Настолько действительно улетел в музыку, что забыл, что я же жюри, мне нужно успеть еще нажать на кнопку. А еще, кстати, вот она молодец. Она молодец, до конца стоит. И уже, несмотря на то, что все хлопают, все аплодируют, уже судьи встали, все кайфуют, она все равно до конца держит образ песни. Просто огонь. Молодец. Молодец. Да, ребята, да. Ребята, когда я читала про Диану Анкудинову, что у нее очень низкий голос, такой очень необычный, я с этим полностью согласна, то, что я прочитала. Только смотрите, не путайте именно низкий голос с особой такой манерой, как будто бы это низкий голос. У нее идет такое раскрытие дополнительное гортани, да, то есть она делает такой дополнительный внутри объем, который позволяет ей как раз-таки вот этим вот звуком, да, пользоваться. Вот такая необычная постановка, такая вот постановка похожая, как вот я сказала уже у Шакира и у Шер, да, но при этом сами по себе ноты, они не слишком низкие, то есть это не сказать, что супернизкий регистр, да, но ощущение складывается, что это низкий голос. Но опять же, для девочки в 14 лет, конечно же, это низкий голос. В процессе жизни голос развивается, и у нее будет совершенно другой голос в 26 лет, нежели сейчас он у нее, там, сколько, 18 ей сейчас, наверное, лет, да, где-то. Молодец, Диана, мне очень нравится, это очень необычно, это очень самобытно, и в этом как раз-таки есть ценность. Она ни на кого не похожа. Она ни на кого не похожа ни внешне, ни на кого не похожа по голосу. И она блестяще владеет техникой вокальной, блестяще у нее раскрывается тембр, поэтому мне очень понравилась песня, мне очень понравилась исполнительница, мне очень понравилась ее, такая, знаете, заряженность. Солнце, солнечный такой посыл песни, да. Вот, поэтому слушайте Диану Анкудинову, и будет вам счастье. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, уроки вокала Орлеана. Здесь мы с вами поем, разбиваемся, смотрим реакции на известных певцов, иногда я пою. В общем, все, что связано с вокалом, вы найдете на моем канале. Все, ребята, пока-пока, и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok